Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале «Приют ангелов». С вами народный батюшка. Мира и добра вам от Пресвятой Троицы. Сегодня у нас туман. Просто, как называется, сплошной туман. Того берега не видно, всё остальное тоже, как в тумане. И небес не видно. А что это не видно? Вот там немножечко проглядывает. Это над озером. Особо туманно. Просто похолодало. Сейчас на улице ноль, поэтому в ноль озеро тёплое, а воздух холодный. И поэтому красивый кадр. Давайте я вот так. Лодочка, солнышко. Вот так вернусь. Вот такой кадр зафиксируем. О, про снимай фото. Нет, не слышит от меня. Но самое главное, небо не видно. Вот ведь в чём проблема. Вы, кстати, думаете, что такое небо. Вы знаете, что такое небо? А мы Бога называем Царь Небес. Царь Небес. И вознёсся Господь на небеса. Оказывается, что такое небеса, где находится Бог, разные религии представляют по-разному. И даже у нас с вами представление, я скажу, в конце какое, но в целом было разное. Мы с вами читаем Палию, где рассказано, что состоит сфера из-под небесия, где птицы летают, где ветры, духи двигаются. Причём не всегда эти ветры добрые могут быть и злые. Облака – это водой наполненные. Такие сущности, они стукаются, и от них гром происходит. А так они водяные, тяжёлые, водяные. Вот потом сфера. Сферу автор Палии представляет, как, он пишет, ледяная, как ледяная, состоящая тоже из воды, только твёрдой, потому что на ней прикреплёны звёзды, а под нею ходит солнце и луна. Они ходят под этой поднебесье. Поднебесье называется. Ну, а вот за ней, за этим поднебесье находились небеса. И туда человек проникнуть не мог. То есть вот через эту сферу, на которой прикреплёны звёзды и луна, нельзя было проникнуть в теле. Можно было проникнуть только видимо в духе. Ну, раз считается, что можно вернуться к Богу, то проникнуть туда можно было в духе. У самого автора Палии, двое небес. Там ведь ещё и твердь является небом. То есть небо ещё и твёрдое. Земля – это тоже небо получается. Вот. Но он вспоминает там, что и у иудеев у них было семь небес. Помните, апостол говорит, что он до четвёртых небес был восхищен. Правда, он не говорит конкретно про себя, потому что это было бы очень фантастично, на взгляд тех, кого он учит, что он поднимался до четвёртых небес. Поэтому он говорит, не знаю кто, не знаю когда. Сейчас я возьму молоко. Взял молочка. Я его теперь как благодать считаю. Очень сильно оно изменило нам состояние. Прямо у меня совсем другое. Пищеварение, как говорится, стало. Поэтому очень хорошее, казалось, средство. Дочь опять нам это посоветовала. И нам хорошо. Так вот, упоминает, даже перечисляет там семь небес, автор Полеи. А это значит, мы, русские наши предки, знали эти перечисления. И поэтому, когда говорят, вот там есть, ведь вот как смерть проходила через эти небеса Фёдора. Это же описывается. Вот здесь интересная вещь. Это для некоторых важно. Те, кто думают, что они собираются проходить ещё и небеса с бесами, это небеса вниз. То есть, самые главные бесы живут на небесах вниз, опущенных. И там четыре ступени, четверо небес. И некоторые люди действительно живут там в глубине. и для того, чтобы начать подниматься в духовных небесах. Им надо ещё пройти эти небеса. Но они уже получается беса, что ли, да? Беса, кстати, у евреев, у иудеев, у них нет понятия неба в единственном числе, у них только во множественном числе небеса. Но когда вот если все тогда посчитать небеса, которые считаются, или есть у авторов различных концепций, как теперь принято называть небесные сферы, то вот есть одиннадцать небес получается, что ты начиная с самого дня начинаешь дна начинаешь подниматься. Твоя душа была в аду и она начинает подниматься. Но как она может подниматься, если нам сказано в христианстве, что некоторые живут в аду, они уже осуждены, они уже и не будут никуда подниматься. Кстати, кто-то мне возразил, когда я сказал, что не все воскреснут и грубо так возразил, что вы еретик, как это не все воскреснут, слушайте, но почитайте, везде сказано, что воскреснут те, кто в Христе умер, то есть находясь в лоне церкви, находясь в Христе, то есть вошел человек в Христа только по какому-то греху или по какому-то страсти, по какой-то не достиг совершенства, праведности, при которой ты сразу после смерти в жизнь переходишь и он лежит в земле, грубо говоря, и душа его к нему прикреплена и душа никуда не двинулась, она ждет действительно второго пришествия нового и общего воскресенья, но общий только тех, кто во Христе умер, те, кто надеется, что я вообще никакого отношения к Христу не имею, поэтому дождусь уж, когда придет, и на суде мы с ним разберемся. Те очень ошибаются, что с ними это произойдет, они как живут в аду, так в аду и останутся, больше того, на том суде для них невидимо, они в вечный ад должны попасть, хотя спорта есть, в том числе мучили все профессора Осипова вопросом, неужели он навечно отправит, какой же он любящий отец, если навечно мучиться отправит кого-то куда-то, ну и в конечном итоге профессор Осипов ответил, что сие никому неизвестно, сейчас установлено, а как Господь на самом деле сделает, никому неизвестно. Так вот, я в заключении, потому что пришел и сегодня немножечко бегу, бегу, потому что прохладненько, морозец был. Татьяна говорит, сегодня даже замерзла у них там вода на улице. Так вот, Иоанн Дабаскин, я в основном ему доверяю в этом вопросе, хотя, конечно, у нас основной считается тот, кто канона нам написал, это Дионисий Арипягит, у него-то эти небеса еще с пониманием, что Земля плоская и на ней сфера, причем у нас есть еще понятие, что эта сфера держится на семи столпах, помните, премудрость создала покров и на семи столпах и на верхах на верхах кор встреча с Богом, то есть горы пробивают немножечко эту сферу и там можно встретиться с Богом, вот такая еще есть эта. Так вот, у Дамаскина понятие неба уже как бы по-современнее он это все рассуждает, не определилось, но то есть небо это там, где живет Господь, а Господь сущность, которую мы не писать, не осознать, не понять, не можем, а в данном случае тогда получается, что мы не можем и понять, а где же Он живет и где эти небеса, и тогда вопрос, а куда нам вернуться, куда нам вернуться, ведь возносясь, Христос говорит, что вы должны вернуться в обитель, я вам там уготовлю место, уготовлю место, и мы с вами будем потихонечку разбираться, потому что, конечно, материальных слов я соглашусь с Иоанном Дамаскиным и материальных каких-то понятий, что такое небеса, даже уже с учетом квантовой теории мира или теории струн, Мити Ахаку, вот, все равно не описывается, но кое-какие вещи с Вознесением Христовым произошли абсолютно невероятные, вот, никто, как говорится, не говорит, что произошло такое, что, ну, уж вообще никак не могли принять иудеи, и еще раз повторяю, мы с этим будем с вами потихонечку разбираться, а пока я побегу, значит, что мы делаем, я сейчас приду, и мы на двоих отопьем полбанки теплого молока, прямо сразу, вот это прием парного молока, а вторую половинку я оставляю на вечер или на обед, в общем-то, считается, оно парным пять часов оказывается, пока вот это вся не сформируется, жир этот, поэтому, если вы где-то берете и написано парное молоко в магазине, мне кто-то написал, в магазине продается парное молоко, якобы упакованное, оно было упаковано, возможно, и парное, я не буду, значит, спорить, потому что я еще раз рассказывал, был в Японии, и там в магазине стоит стойка, и на ней на разных этажах коробочки с молоком и с разными фотографиями коров, оформлено так красиво, и я спрашиваю гида, говорю, а почему здесь разные коровы, нас-то непривычно было, мы в то время только видели треугольные коробочки, еще не было квадратных молока, а тут квадратные, и вот фотографии коров, коров так украсили, красиво они выглядят, а он говорит, так это от этой коровы молоко, я говорю, как от этой коровы, он говорит, ну вот от каждой коровы, это вот сегодняшний удой, и сейчас придут те, кто потребляет это молоко, и они возьмут именно от своей коровы, которые любят, они, говорят, ездят туда, они посмотрели эту корову, они ее погладили, покормили эту корову, и теперь они знают, что вот это молоко приезжает сюда от этой коровы, они его потребляют, я обалдел, честно говоря, это для меня был самый большой шок в Японии, что такой сервис парное молоко упаковали и привезли с утра, чтобы в городе его потребили, возможно, такое у нас тоже уже появилось, и вы можете купить в магазине, и написано парное молоко, возможно, его упаковали, пока оно теплое было, что, в общем, очень сомнительно, это вот надо, чтобы все сразу было, здесь и коровы, и сразу печатать эти коробочки, то есть запечатывать эти коробочки, но все будем считать, что возможно, раз в Японии такое было, но парным оно останется только пять часов, за эти пять часов оно что-то там происходит, происходит вот в этом тепле, эти вот молочнокислые бактерии формируют, жир формирует, и он становится консервантом, этот жир, оно может дольше храниться, парное теплое, оно долго, грубо говоря, простоять не может, но оно начинает уже киснуть, и оно уже не парное, оно уже не работает, как парное, там уже вот эти молекулы изменились, видите, какая у нас двойная лекция, где взять небеса, как туда попасть, и где взять парное молоко, потихонечку туман, гляжу, рассеивается, видимо, будет сегодня у нас все равно красивое осеннее голубое небо, эх, не могу вам показать, там огромный клем вдали, он в этом году совсем не золотой, стоит темно-коричневые листва у него почему-то. Все, здоровья всем, радости, помощь вам, Царя Небесного, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok